Всем привет из белорусской деревни! Пока муж занимается стройкой и у него не происходит ничего особо интересного, хочу показать вам наш огород. Что в этом году я посадила, что и как растет, ну и с какими основными проблемами мы сталкиваемся и как их решаем. И самая основная проблема нашего огорода, нашей земли, это то, что у нас песок. Не хватает плодородного слоя, то есть питания для растений очень сильно не хватает. Быстро все пересыхает в жару особенно, то есть вода быстро проходит, сколько не поливай, этого много не будет. И с питанием и с плодородием почвы мы решили бороться следующим образом. Еще осенью мы с мужем сделали теплую грядку. Это такая экспериментальная у нас грядка была, пробный вариант, так сказать, как она себя покажет. Видео есть на канале, кстати, можете посмотреть. Ну, мы туда закладывали все, что у нас было. И листья, и навоза остатки, и залу туда я сыпала. И в том числе вот эту ботву бархата, которая у меня оставалась. В общем, все-все-все. Палили это все байкалом или там может быть фитоспорином, какими-то, в общем, полезными бактериями. Засыпали землей. И под зиму я на этой грядке посадила лук. Результатом, повторюсь, я очень довольна. Лук в этом году меня радует. Вот моя теплая грядка с луком. Ему осталось расти чуть больше месяца. Ну, в принципе, внесением органики с осени и именно такой принцип заделывания грядок, я очень принципом таким очень довольна. Потому что этот результат показал себя отлично не только на луке, но и на чесноке. Зимний чеснок также у нас растет. В эту грядку я вносила листья. Просто самые обычные опавшие листья с деревьев наших. Мы их не жгем теперь, а тоже пускаем в дело. Листья сверху все засыпало опять же землей. Вот. Посадила под зиму чеснок. Остатки мульчи, которые здесь были, в общем, накидала. Отлично. Кончики немного желтеют. Не знаю, может быть, это какая-то там и болезнь. Я особо не вдавалась в подробности. Я просто смотрю, что в целом он выглядит довольно неплохо. Чесночные стрелки со своего чеснока я уже срезала несколько дней назад. Перемолола и заморозила. Будем использовать это в еду. Что еще растет на нашем небольшом огороде? Это, конечно же, клубника. Потому что дети очень любят клубнику. Но, в принципе, и не только дети. И взрослые тоже. С клубникой в этом году у меня возникли следующие проблемы. О которых я даже, если честно, не знала. Я всегда была убеждена, что клубника – это морозостойкое растение, которое морозов не боится. Но она же зимует. Оно многолетнее растение. Но когда клубника цветет, оказывается, она очень боится морозов. И ее нужно спасать, скажем так. Я этого не знала. Поэтому первый урожай клубники. Она очень буйно у меня цвела. Много было цветков. Шикарно просто. Но все это смерзло. Потому что в самом начале мая были заморозки. И довольно-таки долго были. То есть неделю, может, даже больше. Я не помню. Все мои цветочки почернели. Все смерзло. И мы в итоге собрали урожай только с повторного цветения. Ну, не так много. Но сколько есть, как я говорю. На следующий год обязательно учтем свои ошибки. И будем исправлять это дело. Также в этом году я посадила больше гороха, чем в прошлом. Он выделила даже целую грядку. Ну, грядка небольшая, но все-таки это намного больше, чем в том году я посадила. Если весь горох не съедим, то я его замариную. Так я решила себе. Также, конечно же, не обходится наш огород без кукурузы. Кукуруза вот все, что взошло. В этом году свою кукурузу я сажала через рассаду. Потому что, если, как в прошлом году, сеять прям семечками в землю, то большая половина не всходит. Ну, ее либо съедают там в земле. Я не знаю, что с ней происходит. В общем, не всходит. Поэтому в этом году я решила через рассаду. И тоже результатом довольна. Хоть и надо было повозиться, но это того стоит. Также через рассаду я в этом году пыталась высадить фасоль. Но почему-то, не знаю, фасоль у меня не получается выращивать. Хотя, казалось бы, вроде бы это такая неприхотливая культура. У всех растет. А у меня вот буквально тут, не знаю, 10 кустиков всего лишь получилось из большего посева. Остальное тут вот укроп. Ну, и там в конце пару тыквочек еще сидит. С цветами в этом году я решила особо не заморачиваться, как все предыдущие годы. Что значит не заморачиваться? Не высаживать тоже с помощью рассады. Это петунии, как я раньше делала, это бархатки, как тоже раньше высаживала, цинии. Мне времени не хватает. Поэтому я их решила непосредственно прямо летом посеять в землю. Ну, и вот как можете наблюдать результат. Они вот еще такие вот небольшие. То есть, если у кого-то они уже там зацветают, у меня еще вот только подрастают. Вот цинии тут у меня растут. Бархатки там тоже вот среди укропа моего пока что в таком вот небольшом виде. Из цветочной рассады я сеяла только подсолнухи. В этом году мне почему-то захотелось посадить у себя на огороде подсолнухи. Это декоративные подсолнухи, то есть они не для семечек, не для еды, а просто для красоты. Поэтому уже в начале лета, ну как в начале, уже почти месяц один лето прошел, но неважно, по сравнению с остальными цветами, они вот цветут уже такие вот. Правда, что-то они все в одну сторону как-то повернулись, я даже не знаю почему. Но какой-то уже даже он отцветает, тут сбрасывает эти лепесточки. Но однако же, я смотрю, тут даже, видимо, собираются еще бутончики быть, нарастать. Вот, то есть, конечно, когда сажаешь через рассаду цветы, конечно, они раньше цветут, все происходит значительно раньше. Но ничего, думаю, остальных своих цветов я тоже дождусь, потому что помимо цинии, которые я сеяла прямо в землю, бархатки в этом году, я еще посеяла календулу и настурцию. Ну, еще там какие-то другие цветы, не помню их название. Однолетники. Это все однолетники. Как видите, особо я не переживаю за то, что у меня там мало фасоли растет, не вся кукуруза взошла. Как бы это пару тыквочек я посадила, потому что тыкву мы особо не едим. Основной упор на огороде я делаю на то, что мы в основном любим. Помимо клубники, конечно же, это огурцы, помидоры и перцы. Вот даже картошки у нас тут всего лишь в этом году две грядки посажены. Наши постоянные зрители знают, что мы ее сажаем не для еды, не для того, чтобы там на всю зиму запастись. А чтобы покушать своей свеженькой картошки. Поэтому основной упор у нас на огурцы. Конечно же, куда без огурцов. Тоже я их в этом году сажала через рассаду. Не вся рассада у меня прижилась. Я даже не знаю, почему. Вот, например, вот этот вот вроде бы и не пропал, но почему-то и не растет огурчик. Остальные огурцы более-менее. Вот можно даже видеть по их внешнему виду. И вот еще в конце пару кустиков, которые тоже, к счастью, не пропали. Но почему-то тоже сидят, как-то особо не растут, не двигаются. Не знаю почему. Потому что грядка одна, все вроде одинаково, но один у меня, получается, куст пропал. И вот три, они как-то очень-очень медленно растут. Ну, не знаю, посмотрим, пусть сидят, растут, что с ними будет. Как всегда, выращивание огурцов у нас теперь не обходится без нашей любимой шпалеры. То есть вот уже огурцы достигли такого высоты, что их уже можно и нужно подвязывать, чем я в ближайшее время и займусь. Ну и лично я, например, пока что первое время стараюсь на ночь огурцы накрывать, чтобы они быстрее росли. Потому что они все-таки в основном растут ночью и любят тепло. Вот мои помидоры любимые. Рядом там, как обычно, ряд перцев у меня посажен. И под перцы еще есть вторая тепличка, которая сделана своими руками из старых окон. Там тоже у меня еще перцы растут. Ну что, помидоры мои, говорю, уже столько лет, изучив много информации и всяких ошибок наделав, уже, конечно, исправляешь, уже много чего знаешь. И поэтому год от года, слава богу, становимся все лучше, учимся на своих ошибках. И сейчас, тьфу, помидорами я своими тоже довольна. Как видите, выглядят они неплохо, на мой взгляд. Ну и за все эти годы выращивания помидор я пришла к выводу, что лучше всего, ну лично, опять же, для меня, мне так больше нравится. Я решила и в этом году посадила в основном среднерослые помидоры. Как они там правильно называются, детерминатные. Это все-все детерминатные, невысокие вот они. Только пару штучек я посадила высокорослых. В прямом смысле пару. Две вот помидорки у меня вот, раз, два. Они даже отличаются от всех. Просто потому, что у меня оставались прошлогодние семена. Ну и выбрасывать жалко, я их посеяла и посадила. Помидоры в этом году, рассаду помидор я сеяла с помощью скруток своих. Это тоже у меня новый метод, который мне понравился. Я буду дальше практиковать. Вот из этих вот тонюсеньких ниточек, которые тоже видео у нас есть на канале. Можете посмотреть, кому интересно. Вот вымахали такие вот здоровенные кусты. И начинают помидоры уже цвести, где-то плоды уже висят, наливаются. В общем, все идет хорошо. Что еще хочется сказать про помидоры и про теплицу? То, что пользуемся мы капельным поливом, вот уже второй год. То есть на зиму мы его разобрали, аккуратно сложили в коробочку. В этом году собрали все благополучно. И вот он у меня под мульчой там лежит. В этом году получилось под мульчой. Вот, его не видно. Замечательно тоже. Вот краник открыл. Вот прямо сейчас даже открою. И все. И они вот пока я тут с вами разговариваю, все это мы показываем, снимаем. Помидоры мои будут поливаться. Очень, конечно же, удобно. Облегчает труд в разы. И помимо капельного полива, еще обязательно, конечно, я пользуюсь мульчой. Ну, не только в теплице, но и на огороде. Это обязательно. Тем более с нашими песчаными почвами, помимо того, что это и полоть меньше, и болячек разных меньше у растений, у всех, под которыми ты стелешь мульчу. И, конечно же, пересыхает почва значительно не так быстро, вернее, как без мульчи. И в этом году мульчи не хватает катастрофически мне. И из-за этого тоже небольшие проблемы возникают, потому что, я говорю, у нас и так песок, его сколько ни поливай, много не будет, все куда-то уходит, я не знаю, куда-то уходит в недры, и ничего не остается. А если без мульчи, то вообще еще пересыхает мгновенно просто. То есть мульча в этом плане тоже очень отлично помогает, не так быстро пересыхает. И вот на улице я еще тоже высаживаю помидоры, как всегда традиционно. Вот мне тут на несколько штук хватило. Остальную часть у меня растет без мульчи. И вот сами можете наблюдать, уже тут трава повылазила и пересыхает быстрее, в отличие от того, где лежит слой мульчи. Мульчи катастрофически не хватает, как я уже говорила, потому что дождей практически нет у нас, жара стоит под 30 градусов каждый день, трава не растет. Помимо наших любимых огурцов, помидоров и перцев, выращиваем наши любимые кабачки. И без них тоже никак не обходится наш огород, ни один сезон. Ну, с кабачками, опять же говорю, кроме отсутствия мульчи, никаких проблем, слава богу, не возникает. Тоже через рассаду я их вырастила, 8 штук в этом году посадила. Даже, наверное, многовато, можно было и поменьше, но жалко было уже выкидывать. Семечки взошли, рассада выросла. И вот они плюсы рассадного способа выращивания растений. Ты можешь контролировать количество, высадить столько, сколько нужно, досеять, землю хорошую купить, чтобы никто там не съел землю, ничего не произошло. Но если ты сажаешь и сеешь культуру прямо в землю, это непредсказуемый результат каждый год, что бы ты ни делал. Больше сеял, меньше сеял. Вот, что и произошло у меня в этом году. Вот грядка морковки, огромная просто была выделена грядка, вся засеяна, очень густо, но взошло где-то процентов 40-100 моей морковки. Как я смеюсь, всегда мечтала посеять морковку так, чтобы ее не прореживать. Ну, в принципе, в этом году у меня получилось. Вот все, что взошло. Все никак не получается вырастить нормальный урожай, так скажем, морковки. Ну, и аналогичная ситуация произошла со свеклой. Свеклу, вот что-что, наверное, никогда в жизни я не буду через рассаду высаживать, это свеклу. Что бы с ней там ни происходило. Сколько взошло, столько взошло. Свеклу тоже я сеяла часто в этом году, специально, как бы даже в два раза больше семян клала в землю. Но все, что взошло, как говорится, все, что взошло, все мое. Очень люблю зелень, всякую разную зелень. Укроп, петрушку, в том числе и лук. Лук. Настолько люблю, что уже который раз, который год пытаюсь вырастить у себя лук-батун. Это многолетний лук. Многие огородники знают о нем. У всех он тоже растет с кустами. У меня почему-то тоже все никак не взойдет, не получается. Но в этом году я не сдаюсь, я его сеяла три раза. И вот с третьей попытки он у меня взошел. Как бы выглядит, может быть, не очень. Надо его почаще поливать, наверное, все-таки. Но все-таки он взошел. Поэтому будем пытаться спасать наш урожай. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что он все-таки нормально вырастет. И будет у меня зимовать не один год. И будем его с удовольствием употреблять. Ну, вот такая вот мини-экскурсия получилась по нашему небольшому огороду. Небольшому, но я бы хотела сказать, что очень вместительному. Для кого-то он покажется, может быть, и очень маленьким каким-то. Но для нас, если все всходит в том количестве, в котором ты посеял, то вполне хватает покушать все лето и даже запастись на зиму. Поэтому маленький огород, но удаленький. Если это видео было вам полезным или интересным, не забывайте поставить лайк и написать какой-либо комментарий. Вам не сложно, а нам приятно. А с вами был канал из столицы в деревне. Всем пока!